российский нефтегазовый комплекс последние два года давили со всех сторон тем не менее многие эксперты говорят что отрасль выжила выжила и крепко стоит на ногах ваша оценка на самом деле можно так сказать про нефтегазовый комплекс россии и разделяя нефть газ спг на действительно правильно разделить ситуацию по нефти и отдельно по газу начнем на раз самого хорошего по нефти мы ничего не потеряли а более того сейчас текущая ценовая ситуация она соответствует примерно уровню 21 года 22 год был аномальный силу вот этой перетрубации санкции поэтому доходы от нефтегаза они просто были рекордными как раз вот в этом году мы по сути пришли к такой нормализации ситуации с точки зрения доходов ну вот сейчас мы вот этой осенью вышли на тот самый средний уровень который был в двадцать первом году даже может чуть чуть выше то есть сразу шли проблемы с дефицитом бюджета ну текущем варианте хотя по итогам года конечно накоплен дефицит бюджета остался именно за того что были провальные первые два квартала поэтому по добыче мы идем в четкой координации с опек плюс и плюс наше еще соглашение по добровольному ограничению и добычи и поставки на экспорт точки зрения поставок мы поставляем туда куда мы можем должны и где есть спрос и все что мы поставляем востребовано 100 процентов это и восточная азия это и индия это страны ближнего востока мы активно поставляем туда топлива они с удовольствием берут и поставляют либо на внутренний рынок и продают свое в европу ну то есть и на этом зарабатывают конечно логистика поставок нефтяных она сильно усложнилась выиграли от этого больше перевозчики дисконты на наш сорт юрл снизились вот сейчас юрл торгуется выше с учетом последних падений чуть пониже 80 долларов но любом случае не сильно отличается от цены бренд вот эти разговоры ограничения цены которые на западе планировали сделать уже никто не вспоминает а я сказал что самого начала когда эти ограничения были введены ну многие говорили о том что они работать не будут они реально они заработали потому что даже посмотреть первый месяц декабрь или там январь этого года то таможенная цена захода нашей нефти в китай в индию была существенно выше 60 долларов существенно 70 и выше потому что нам пришлось создать целую отдельный флот так называют его серым иногда на это потреблялись инвестиции свою систему страхования так что в целом как ситуация не так как придумывали изобретатели этого гениального хода просто вот этот ограничение цены она никогда не соответствовала даже базовым основам экономической теории это полный бред очень жаль что министр финансов сша плохо училась в своем университете со сбытом нашей продукции нет вообще проблем реально стоит очередь очередь компании которые хотят покупать потому что мы все равно продаем дисконтом за счет его дисконтом и самые привлекательные партнеры для торговли в мире и очередь из китайцев из арабов которые сами по производит нефть нефтепродукты после тренинг стоит очередь и они торгуются и каждый раз в моменте торговли мы получаем ситуацию когда еще больше и больше дисконт снижается российский рынок снова лихорадит по поводу цен на бензин в этом отношении как вы считаете вот те меры которые принимает правительство ограничивая экспорт как влияет вообще на ситуацию вот с нефтепродуктами в россии действительно ситуация назрела еще весной этого года да и в течение лета пытались как-то по-мирному договориться с нефтяниками чтобы они оставали оставляли больше топлива на бирже община внутреннем рынке в это время правда минфин урезал возможности обратного выплата нефтяным компаниям это все прекрасно понимали что ситуация назревает вот было абсолютно понятно еще в лет летом что в сентябре грянет гром но только лениво это не понимал но все надеялись что пронесет не принесло поэтому пришлось экстренно принимать меры о полном ограничении экспорта топлива за рубеж потом выдохнули и приняли какие-то более-менее системные решения связанные с тем чтобы будущем не допустить потом этой ситуации обязанность наполнять внутренний рынок топливом ограничение для спекулянтов дополнительные ограничения по экспортной пошлине а мы так далее и так далее то есть принципе эти меры конечно надо было принимать еще весной ну благо сейчас приняли задача который решает правительство это остановить рост цен сожалению мы с вами не получим а на заправках снижения но все мы прекрасно видим что и в первую неделю после только было видно родно не опускается у нас ничего не опускается скажу больше даже повысилась потому что цена первой недели после ограничения экспорта на заправках догоняла бурный рост на бирже и мы увидели после ограничили а цены то растут на что даже президент обратил внимание вот и по сути сейчас мы увидим что цены наконец-то остановились и по дизель и по бензину они больше не растут но пока имени должны на гости поэтому задача до конца года сохранить текущий уровень цен чтобы в целом инфляция и цены на бензин они где-то встретились в одном месте то есть прирост цены на топливо не превысил инфляции вот это решение которое правительство всегда пропагандирует она вот и будет достигнута а сама отрасль нефтепродуктов она от санкции каким-то образом пострадал и что нефтяная поставка сырой нефти что нефтепродуктов стало больше покупателей причем самых экзотических то раньше помине не было ну когда-либо у нас покупали нефтяные страны наши нефтепродукты такого не было в истории сейчас активно покупает там миллионными тонн а что изменилось почему цена выгодная они занимаются перепродажи наших нефтепродуктов поставляя свои нефтепродукты уже по более высоким ценам европу условно на европейском рынке цена 1000 долларов за тонну дизеля нашу они купили интер по 700 800 нашу поставили на внутренний рынок дизель а в европу продали по 1000 отличная прибыль причем и он на наши заработали истории и там заработали поэтому ближний восток во всю зарабатывать хотя очень часто там скрывается наши же нефтетрейдеры если такой нюанс скажем так но факт в том что мы разнообразили маршруты на поставок нефтепродуктов количество компаний которые в этом задействованы огромный флот сформировали который но не было никогда у нас такого флота поэтому отрасль выжила потому что она не снесет ну сулит колоссальные прибыли но в этой ситуации она не могла не выжить она продолжает развиваться и все здесь замечательно и хорошо про газовую отрасль нельзя наверное такого сказать можно ли сказать что она наибольшей степени пострадала вот за это время действительно у нас газовая отрасль она привязана к физической инфраструктуре то есть газ поставляется либо по трубам либо в жиженом виде если брать жиженый газ то он не поменялся как в двадцать втором были поставки так вот в двадцать третьем практически такой же самый объем чуть-чуть там плюс минус но примерно тот же самый уровень то есть ничего не поменялось в этом отношении но за после того как были ликвидированные северные потоки вот возможности поставки европы они стали сильно ограничены плюс еще и перекрыли транзит через польшу у нас теперь только два маршрута это ограниченный маршрут через украину который в два с половиной раза меньше того что было еще полтора года назад в виде контракта подписанного и маршрут через турцию но там тоже не очень большие объемы основные объемы всегда шли его через северо-западное направление они перекрыты поэтому газпром сейчас занимается тем что продолжает поставлять то что может в рамках действующих маршрутов продолжают увеличивать объемы на китай в силу того что сила сибири продолжается строится до месторождения осваивается вот и скоро там будет уже проектный уровень достигнут но самое главное для наших жителей газпром активно занимается газификации к 30 году мы достигнем стопроцентной газификации ну там где возможно принципе газ технологически экономически провести причем самое интересное что многие жители газифицируются бесплатно поэтому какие-то плюсы для газовой отрасли с точки обывателя потребителя есть порой даже больше чем ситуацию нефтяников как вы считаете рынок спг и вообще спг проекты в россии они их стало больше производство спг стало более перспективным знаете а рынок спг наверное это единственная та часть газовой отрасли которая действительно не перестала развиваться она будет развиваться еще более бурно более того даже поменялись ориентиры по развитию если до недавнего времени еще до всех санкций мы просто говорили о строительстве новых заводов и был определенный план довести к там 30 году поставку жиженого газа до 100 миллионов тонн то сейчас появились планы о том чтобы тот газ который не пошел по трубам в европу сжижать и это будет являться ресурсной базой для того чтобы вот этот жиженый газ через танкеры поставлять любую точку мира мы не привязаны к трубам и мы здесь можем поставлять куда угодно жиженый газ является достаточно дефицитным ресурсом мире понятно что когда цены очень высокие то спрос сразу уходит никому не того газ не нужен такой дорогой но в целом если брать средний уровень цен то потенциальный рынок сбыта для газа гораздо больше даже чем есть сейчас поэтому все наши проекты они автоматически находят потребителя